Устройство сливного бачка по принципу действия можно разделить на три этапа. Первое. Это система автозаполнения. Вот она находится. Как видим, она состоит из поплывкового клапана. Вот штанга, которая воздействует на клапан. И видим, вода когда заполняется, поднимает поплывок. И через штангу подвески поплывка, используемую как рычаг, у нас перекрывается подача воды. Вот у нас работает вот этот клапан, перекрывает воду. Когда заполнив бачок вода, поднимет наш поплывок. Обратите внимание, что здесь на штуцер одета зачастую мы видим такая вот трубка. Для чего? Для того, чтобы при наборе вода не сильно шумела. То есть, когда поступает вода, трубка если опущена в воду, то вода уже не падает сверху. А набирается прямо в самой воде, тем самым гася шум. Второй этап. Это система слива. Вот видим, через клапан, вот наш клапан, да, перекрывает отверстие, вот здесь вот мы видим. Тем самым позволяя наполняться бачку. А если мы его поднимем, все помним, вот этой вот тягой, то естественно вода у нас и сливает. И третий этап. Это у нас защита. Защита от перелива. Когда она может произойти? Когда, допустим, у нас неправильно работает, пропускает этот наш поплывочный клапан, либо он испортился. И тогда вода, поднявшись и заполнив полностью бачок, чтобы она не потекла, вот у нас через сам бачок, она сливается через вот эту переливную трубку. И зачастую вот эта наша переливная трубка, совмещенная сразу с системой слива. Значит, понятно, вот у нас автозаполнение происходит, вот у нас система слива, и вот сама трубка перелива. То есть, если по каким-нибудь причинам что-то не сработает, то вода побежит не через бачок, а побежит, слив сам унитаз. Вот по этой трубке. И если вот эта система слива не совмещена с трубкой перелива с защитой, то зачастую здесь может еще стоять вот такая вот трубка отдельно. То есть, защита от системы перелива сделана отдельно. То есть, когда бачок переполнится, то вода пойдет вот сюда, через вот этот перелив, и потом уже дальше в унитаз. В общем, вот такая вот система самая простая. То есть, если как бы там бачок унитаза, арматура в нем не было устроено, пускай она там будет похожа на блок космического корабля. Принцип действия простой. Автозаполнение, слив и защита от перелива с помощью вот такой вот трубки. Либо вот трубки, совмещенные с системой слива. И тот же самый принцип мы видим, если, допустим, система автозаполнения выполнена у нас подводом воды снизу. То же самое. Поплывок через рычаг давит на вот этот клапан, который перекрывает воду. Все. И вот регулируя, да, этот поплывок, или вот этот, да, поплывок по наклону, так сказать, по подружению в воду. Мы регулируем вот этот вот уровень воды. И так же самое. Система перелива у нас здесь собрана. Как видите, вода вот на три этапа. Автозаполнение, сам спуск воды, вот он происходит, закрывает клапаном наше сливное отверстие. И сам поплывок. Плюс защита от перелива. То есть, зная эти принципы, и как бы не было сложно, да, и как бы не было сложно устроена система там арматура, потому что действительно, сейчас посмотришь, там такой системы наворотит. Принцип работы сливного бачка остается тот же самый. Кстати, вот этот клапан очень удобно можно применять для автозаполнения какой-нибудь емкости. Если, допустим, нам нужно наполнить какую-то емкость, чтобы она автоматически заполнялась. Это при условии, когда, допустим, у вас проблемы, перебои с водоснабжением. Ну, а это видео, эту схему я нарисую в следующем видео. Данное видео было сделано для того, чтобы оправдать заверение Михаила Задорнова, которое он сделал иностранцам, в том, что устройство, принципы работы сливного бачка нас учат в школе. Жтучка, кофе.